дорогие цветоводы всем большой привет всем привет надеюсь меня видно слышно так в общем у меня сейчас резко сейчас 29 июля заказали у меня в общей сложности где-то 60 лет так в общем сейчас я буду искать будут резать и показывать какие веточки режу на каком этапе и распуска в общем если ветка и на ней очень много бутонов я стараюсь чтобы хотя бы бутонов 5 ну хотя бы там на веточке например 10 бутонов я хочу чтобы хотя бы половина распустилась жду до того момента распуска если не сильно густая веточка там веток бутонов 5-6 например буду на 3 я уже срезаю так какие ветки ветки вот сейчас я вам покажу я либо срезаю либо либо вырываю если такие хиленькие веточки то я их вырываю обычно если тонкая там например ветка а если вижу что еще может быть пойдет веточка еще одна то есть повторное цветение будет у нее хотя по нашим погодным условиям это прямо очень редко бывает вот смотрите вот такая вот ветка я тут супер штатив придумала вот видите она вся полностью распустилась вот эти вот два бутончика здесь видно вот эти два они маленькие они не распустятся вот принципе вот такая ветка уже готовая уже спокойно можно с ней работать ничего с ней не надо делать и в этом году я оставлю все сразу на воду если прошлые года я резала тут как-то складировала потом домой шла зачищала я сейчас все это делаю в теплице режу зачищаю сразу ставлю на воду потом просто домой иду и там фасую по пакетам так сколько я сказала мне 60 веток заказали вот сейчас надо будет их их где-то брать она у стомата расцвела но еще тут помало бутонов на ветках вот веточка вот так разочек убираю вот вот эти вот как бы два бутона они вряд ли распустятся имеется ввиду они распустятся здесь на грядке но вот эти вот бутоны уже к этому моменту скорее всего завянут поэтому нет смысла ждать ну вот вот такая вот веточка тут у нас три бутона вот это тоже можно в общем самое главное хотя бы чтобы три четыре бутона у вас были расцвел в шее два бутона это считается мало вот а еще я знаю что знаете как проверяют на какого момента надо срезать сейчас я вам покажу на примере вот этой ветки так надеюсь видно чтобы вот эти вот верхние бутоны были вот такого вот налива вот вот такого вот налива то есть они должны в воде у в салонах распуститься то есть вот такой вот бутон обязательно должен быть вот он уже видите цвет набрал вот такой на этот еще как бы зеленоватый считается вот но вот эта ветка очень хорошая видите тут раз два три четыре пять бутонов пять бутонов и раз два три четыре пять остается ну вот этот вот распустится точно вот эти два может быть подрастут и распустятся вот эти два уже уже так под сомнением вряд ли так по отвечаю на вопросы мне по прошлым видео написали что чтобы я подумал насчет георгин чтобы на следующий год срезать выращивать и делать срезку я в этом году посадила георгины но они у нас из-за жиры вот этой вот аномальной они у нас короткие выросли выросли короткие там уже бутончики распускаются набирает ну это совсем не то что хотелось бы в общем в этом году с георгинами пролет насчет лилий я насчет лилий тоже уже думала что надо где-то брать но у нас в каждом саду абсолютно в есть лилии у нас прям сезон лилии начинается вот что июль месяц с июля и много короче лилий и в общем насчет лилии наверное наверное не буду я их садить потому что посадочный материал очень дорогой и смысла я не вижу тем более флористы не особо то их и берут летнее время вот так вот ветка хорошая большая потом я уже заказала семена семена эустомы одну позицию свина линая зева семена с америки panamerican seeds многие наверное знают можете зайти к ним на сайт там всегда есть представители и ваш ну вашу страну найдется кто привезет так вот хорошая веточка еще буду заказывать наверное потому что хочется еще чтобы развить было и развитие господи побольше было разнообразие так пришла я сюда на локацию в общем смотрите сейчас я поближе покажу какие веточки самые такие хорошие на роз в распуске смотрите вот она веточка например вот на ней четыре бутона и вот три бутона будут еще распускаться вот эти два точно 100 процентов распустятся вот этот вот этот вот скорее всего нет может распуститься так как маленький колокольчик будет такую веточку потом смотрите вот ветка хорошая тоже вот два бутона распустятся в общем сейчас я нарезала уже 40 43 штуки еще надо ну штук 20 нарезать и сейчас я вам еще покажу посмотрите вот веточка на ней всего два бутона ну вот третий нет наверное не такая не этот пример вот смотрите вот один бутон вот второй бутон и еще можно даже одну такую веточку найти и считать их как за одну ветку вот такое вот бывает либо вот одна такая вот хиленькая растет либо разветвление идет в общем вот эти вот две и наверное еще одну такую где-нибудь найду срежу и посчитаю как за одну ветку так вот это вот пускай еще распускается вот эти то есть два бутончик это мало пусть вот эти вот два еще распустятся и потом можно будет срезать вот и я тут сейчас режу ветку вот эти пусть распускаются еще вот веточка три бутона и то на что это наверно пусть еще распускается это маленькая на бутончики видеть сами маленькие то есть вот смотрите чтобы она все вот у вас было как бы объемные красиво чтобы флористам было с чем работать вы смотрите вот три бутона на ветке можно было бы срезать но смотрите сколько еще здесь распутится на ней где на вот вот видите еще сколько бутончиков тут еще бутона 4 спокойно распустится впереди поэтому хотя бы вот этот вот пусть распустится уже на следующей срезку это вот пойдет вот этот пусть распустится еще один будет распускаться вот это уже на следующую неделю пойдет так в общем дальше буду резать огурцы как я не говорила себе что больше не буду садить огурцы в цветах но все-таки 5 веток ой 5 этих семечек посадила и как они мешают это кошмар какой-то вообще неудобно на следующий год внук планируя здесь и устому посадить вот будет вот это вот покупная покупные семена 1000 будет и устом и вот сюда вот я посажу грядочку львиного зева но это все на следующий год дай бог чтобы она все это получилось у меня конечно потому что планы планы то большие а реализация как это все сделать это совсем другое ну поехали дальше и сейчас буду львиный зев резать тоже покажу вам вот она клеома так камера камера цвет блин не передает и может и так нас на солнце не вижу белоснежная вообще красавица но я флористом еще не предлагала поэтому на срезку поставила там один на пробу посмотрю как она будет стоять вообще она колючая и стебель не гибкий вот агератум красавец не особо его флористы берут что-то они как-то и как-то не хотят с новыми цветами работать все привыкли хризантемы дорозы амиами ами самосевом уже у меня по всему огороду как укроп так что его можно уже и не садить и раньше его на рассаду садила чтобы он пораньше цвел малюцела тоже понатыкала ее и сделают астрому цумота распускается посмотрим как она будет и он космеющийся вам покажу махровой а вот же статится статится ну пока еще и не предлагаю на коротенькая вот повыше вот уже вот это вот начнет распускаться вот уже выше идет вот высокая там уже по идее можно срезать вот эту вот и подешевле и упустить начинает распускаться сетка вот это вот которую я вязала из вот такой вот нити она большому сожалению загнила вот видите поэтому вот эту вот я брала с фикс прайса она крепкая все не длинет но короче на я не знаю как объяснить но для статиса она не пойдет она вот ее не подымает даже середина там застревает и все все кстати наверно буду по-другому подвязывать не на сетку вот так наверное вот так у час пока подвяжу по всей грядке еще может посредине какой-нибудь зигзаг сделать вот это вот еще не распускается здесь должна быть голубая синяя и белая по моему вот три цвета нет два скорее всего вижу два еще не распускается короче бриза 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 на сухо цвет садила это и для себя зимние букетики буду делать там потом к 8 марта немного у меня тут матрикарии матрикария низкая на срезку она не идет но в принципе для композиции каких-то вот шляпные коробочки как делают же флористы вот я тоже делала уже на заказ букетик и вот ее добавляла она прекрасно идет а не растет вместе с укропом и тут бессмертник бессмертник на семена оставила тут тут еще кстати кстати немножко посрединке в апреле сеяла и вот у меня тут зайцы и хвостик вот он уже начинает вот сейчас покажу вот он уже начинает потихонечку но его его паутины клещ он паутины клещ кушает надо его тоже как и злаковые да хорошо следить надо обрабатывать так ну вот срезала 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 вот это его 100 мая линей зил любимую зилу 15 штук заказали красный вот этот короче идет я его подешевле пускаю розовый подороже но розовый и цветоносы длинные ой вот эти вот стрелки сами цветов и сам цветонос у стебель длинный в общем в общем хорошенький тут розовый хороший я его на семена все таки оставлю ну не факт что конечно он на следующий год розовый расцветет потому что он ливиный зев хорошо переопыляется там белый красный так циния моя моя циния вот она красавица не она должна она была быть скобиоза видно которую это вот дело ноmodernи но такая да у такого-то он должна была быть но расцвела вот такая вещей вот этой вот цине мне нравится вот эту фокусируйся вот она красавица вот наверное вот эта вот скобиоза видно потому что скобиоза до вот этого скорее всего просто махровый распустилась Вот такая вот она должна была быть. Вот одна и вон еще там есть одна. Ну попробую с нее семена собрать. Ну тоже это вряд ли, что на следующий год такое вырастет. Хоризонтелла. Расцветает потихоньку. Тоже уже скоро буду боковые срезать. Потому что вот эти середины, они короткие. Надо их все-таки было макушке убирать. Ну я видите, первый год выращиваю, не знала. А вот видите, боковые уже повыше. Либо вот так вот она вся распустится веткой полностью. Можно продавать либо по отдельности. Наверное, скорее всего полностью кустом буду продавать. Посмотрим. В общем, мастер еще распускается. Всякая. Такая вот, такая розовенькая. Покажись. Где-то у меня еще гольчатая есть. Гольчатая, кстати, высокая. Прям у нее стебель высокий. Ну вот, не знаю, будут брать, не будут. Ну я вот эти вот, у меня что тут 3-4. Я их на семена оставлю. Мацумото. Что-то мне не очень нравится. Тоже, по всей видимости, надо было середину убирать. Чтобы вот эти вот боковые быстрее распустились. Потом кустиком вот так вот ее продавать. Все, пойду упаковать. Упаковывать цветы. Ну и вот, дорогие цветоводы, дорогие друзья. Вот она, стрелецка. Везу немного астрочки. Этот букетик маме везу. Эти астрочки заказали. Везу львины зев красный. Он, кстати, нарезала достаточно высокий. На пробу везу сухоцвет сальвию. И матрикарии немножко. И вот заказали. Вот заказ львины зев розовый. Высокий. Посмотрела, сейчас до 90 сантиметров доходит. Агератум. Агератум. Вот агератум не заказывали. Но я его везу. Может кто-нибудь возьмет. Как же он вкусно пахнет. Какой же он классный. Вот он отпевается, когда он прям и стоит хорошо. Вот имеется ввиду вот эти вот соцветия. Не вот так вот не падают прям сильно. А вот достаточно стойкий. Эустому везу красотку разноцветную. Ну вот и пока что все. Следующая неделя, я надеюсь, будет больше. Там уже и стадица пойдет. Так что на следующей неделе тоже постараюсь заснять. Вот так вот я ставлю. Упаковываю обязательно. Ставлю на воду. Прям вот обязательно. Вообще я мечтаю, знаете, чтобы отвозить цветок тоже на воде. Ну, в дальнейшем будущем, я надеюсь, что все у меня будет. Просто нужен транспорт такой, чтобы вот в высоту они входили. Что, сыночка? Сейчас поедем уже. Все, он уже на старте. Уже собрался. Да, сейчас и папа приедет. Ну все, друзья. До следующей недели. Пока.